Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодняшняя мотивация начнется с того, что мы заправим кровать. С утра я уже встала, уже детки позавтракали, но как-то я поленилась и не сразу все убрала. И будем вместе разбирать огромную стопку стиранных вещей. Она у меня накопилась за два дня, поэтому есть что разобрать. У нас уже закончились каникулы, дети начали делать уроки. Так что есть теперь нам опять чем заниматься. Также у меня начался третий триместр. Чувствую я себя хорошо, бодро, пока ничего не болит. Но я знаю, что к родам обычно у меня начинает болеть спина, но пока все хорошо. Ну вот и собственно наша стопочка белья, которую будем с вами сегодня разбирать. Начну я с постельного белья, мне так проще. Как видите, я стираю с изнанки, потому что внутри в этих уголках скапливается тоже какая-то пыль. Поэтому, когда мы снимаем постельное белье, я всегда выворачиваю наизнанку. Чтобы внутри все хорошо простиралось и не было никаких пылинок. Сначала я складываю под одеяльники, потом наволочки, а потом уже самое сложное, это, наверное, просто на резинке. Я уже давно не глажу ни постельное белье, ни детские вещи. Если только на выход куда-то выйти, конечно, это я поглажу. А домашние я уже просто не успеваю это делать. Хотя гладить я люблю, но сейчас вот стараюсь хотя бы аккуратно все сложить, чтобы стопочкой на полочке все было аккуратно. Надеюсь, вам понравится мое видео и поможет вам замотивироваться тоже сложить ваши чистые стиранные вещи. Поэтому присоединяйтесь, будем вместе складывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а мы почти все закончили. В конце у меня осталось сложить нижнее белье, детские трусики, носочки, колготки. И, как всегда, остается стопка носков без второй пары. Вещи мы сложили и будем приступать к расхламлению детских игрушек. Уже прошло время, мы позанимались с детьми, сейчас я им включила специально мультики, чтобы они не заходили в эту комнату, иначе я просто ничего не разберу. Я решила взять вот эти два ящика, в которых просто намешаны все сейчас игрушки. Сначала я хотела в этот контейнер прозрачно складывать игрушки, которые уже точно они играть не будут, которые поломаны. Но потом я решила уже все подряд туда складывать, и уже когда дети будут спать, уже разобрать, и часть выкинуть, и часть убрать на балкон, ну куда-нибудь запрятать на время. Какие только игрушки не были в этих контейнерах, поэтому я решила хоть как-то сортировать. Я откладывала лего, мелкие детали лего в одну кучу, убирала мелкие фигурки в другую, отдельно убирала детскую мебель для куклы Барби, чтобы потом как-то это рассортировать. В это время пришла уже Кристина, она долго не смотрит мультики, поэтому она начала все опять растаскивать, и я уже ускорилась, чтобы быстрее-быстрее все это разобрать, чтобы она из этого прозрачного контейнера, который я хочу убрать, чтобы она оттуда опять не стала брать игрушки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня было три запасных контейнера, я их принесла, протерла и решила туда рассортировать как раз игрушки. В один контейнер я решила попробовать сложить всю кукольную мебель. В другой контейнер вот этих вот маленьких человечков, фигурок, это из набора ELC, они хорошо играют в эти игрушки, поэтому они нужны. А в третий контейнер я решила сложить все маленькие машинки, паровозики, такие игрушки. В итоге в тот контейнер, где я складывала кукольную мебель, я решила переложить оттуда мелкие кроватки к тому набору ELC, потому что это из одного набора, и чтобы все было в одном месте. Здесь я убираю мелкое лего, которое я собрала из этих контейнеров, и отношу к старшим в комнату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот получилось, что из двух контейнеров я собрала целый контейнер, который можно будет потом разобрать, когда дети будут спать. Что-то выкинуть, а что-то убрать, чтобы в дальнейшем они играли. И получается, что в одном контейнере у нас машинки, в другом контейнере маленькие куколки от этих вот домиков, которые я сейчас показываю. В этот контейнер я сложила куклы и музыкальные игрушки, правда Кристина растаскала. А в этом контейнере у меня как лежали деревянные, деревянная дорога языки, так и лежит. Конечно, хочется какие-нибудь красивые контейнеры приобрести, но это уже после карантина, а пока временно, как вариант, пойдет. Ну а на сегодня все, я буду с вами прощаться. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем с вами общаться, знакомиться, дружить. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok